Девушки отдыхают И в студию пригласили две управляющие компании Одну с большим опытом работы, это компания «Паритет» И вторую молодую компанию, это компания «Лад» С двух сторон мы эту тему, получается, будем рассматривать Но тема, как я понимаю, достаточно болезненная для рынка Потому что бывают добросовестные конкуренции, а бывают недобросовестные Вот если мы просто говорим о конкуренции на рынке услуг ЖКХ Что мы вкладываем в это понятие? Чем могут конкурировать управляющие компании? Ну, конкуренция это, с точки зрения экономики, это соперничество хозяйствующих субъектов И в настоящее время, можно даже сказать, что на рынке ЖКХ в городе Кирове Сложилась достаточно совершенная конкуренция В плане того, что существует большое количество компаний То есть это уже более 100 компаний, управляющих Это в Кирове, да? Это только в Кирове, которые предлагают одинаковый продукт Это обслуживание многоквартирных домов И цены здесь не регулируются То есть собственники сами совместно с управляющей компанией Утверждают стоимость данных услуг И вот в экономике эта конкуренция называется совершенной Хотя считается, что мало кто к ней, так скажем, приближен Но вот сейчас, на данный момент, я считаю, что рынок ЖКХ как раз приближен к данной конкуренции И в этих условиях, при таком количестве компаний, одинаковом продукте, разных ценах У собственников имеется большая возможность выбора именно управляющей компанией лучшей из лучших То есть это, в принципе, ситуация для собственника хорошая? Очень хорошая ситуация, но почему-то собственники ей крайне редко пользуются Вот на моей практике буквально, ну вот у нас 96 домов в управлении И только порядка 10 домов проводили конкурсы И реально конкурсы по выбору управляющей компании Когда анализировался рынок Когда приглашались различные управляющие компании на встречи с собственниками Презентовали себя, да? Презентовали себя, именно что презентовали Они рассказывали, какая там другая управляющая компания плохая И уже собственники по результатам этих встреч определялись и выбирали управляющую компанию И вот это, я считаю, добросовестной конкуренцией И это наилучший вариант для собственников по выбору управляющей компании Но еще раз повторю, крайне редко у нас собственники пользуются такой возможностью Мы поговорим о том, почему это происходит чуть позже Я к Наталье Витальевне с тем же вопросом хотела обратиться А на ваш взгляд, вот конкуренция это полезная история для рынка, там, для потребителя и для управляющей компании тоже? Ну, вопрос о том, полезна она или нет, я не могу ответить А то, что рынок ЖКХ это бизнес И в бизнесе в любом существует конкуренция, это факт Вопрос сейчас идет, как раз вот Анну Борисовну поддерживая То, что это должна быть конкуренция, она должна быть честная Она должна быть открытая для жителей, для собственников МКД Для больших, для небольших МКД То есть, вне зависимости от того, большой дом это или маленький То есть, это должна быть все равно открытая информация для всех Нам немножко, наверное, как молодой компании, нам немножко сложнее в этом рынке ЖКХ Вот я тоже хотела вас спросить, смотрите, 100 компаний управляющих, говорит Анна Борисовна Более 100 Более 100 Вы компания молодая, как вы на рынок заходили, как вы о себе рассказывали Сколько у вас домов в управлении сейчас? В управлении у нас сейчас 18 домов, это относительно немного И поэтому, конечно, как молодой компании, при такой конкуренции нам сложно Но все равно, я считаю, как директор управляющей компании, что конкуренция и завоевывание рынка Оно должно быть, во-первых, тактично по отношению к другим управляющим компаниям И не важно, это молодая компания или это уже более развивающая и развитая компания У которой много домов, более 100 домов, более 50 домов Конкуренция должна быть честной и открытой По крайней мере, этим и привлекаем жителей, председателей МКД То есть все должно быть открыто и предельно честно И я поддержу еще раз Анну Борисовну, когда идет встреча с жителями домов Ни в коем случае, я считаю, это низко Говорить о том, что вот у вас сейчас компания слабая, плохо вас обслуживают Нет, я считаю, что когда я прихожу на собрание, я говорю, что вы можете сходить на мои дома Вы можете мне поверить, вы можете сходить поговорить с председателями моих МКД Как мы обслуживаем, что нравится, что не нравится Вот это, я считаю, борьба, которая должна быть на рынке ЖКХ Она все равно будет, в любом случае, потому что, ну, это бизнес Вот вы сказали, 18 домов у вас Это дома сосредоточенные в каком-то одном районе, микрорайоне Или они так разбросаны по городу Я почему сейчас спрашиваю, потому что вы сказали сходить там, да, посмотреть на наши дома Обычно люди это делают, ну, вот как они понимают, что где-то хорошая управляющая компания, которая могла бы им тоже понравиться Они, например, в соседний двор заходят, видят, как там обслуживается, да, что там новую площадку сделали детскую, еще что-то Что там дворник снег чистит, да, на парковке всегда есть места Вот, и думают, ага, а у нас не так, ну-ка я пойду узнаю, что здесь за управляющая компания Или как-то по-другому это происходит Ну, формирование микрорайонов стараемся брать по несколько домов в одном месте Стараемся Когда к нам зашел один дом, и люди видят, что есть разница по обслуживанию К нам уже приходят соседние дома, так идет формирование рынка Сарафанное радио, получается, работает Да, получается, сарафанное радио, потому что по-другому никак у молодой компании На слово, собственно говоря, люди сейчас не верят И я понимаю их, потому что я сама житель этого города Но обещать можно все, что угодно А могут даже, вот у нас были случаи, когда люди с центрального района, с улицы Ленина Приезжали, смотрели в микрорайон Дворца пионеров Они прямо назначали встречу, просили встречу И не говоря нам до перехода, общались с председателями, с жителями Как обслуживают, как относятся к жителям Быстро выполнение заявок То есть вот это, это сейчас практика, в принципе, она правильная Так, то есть жители какого-то дома приехали на тот дом, где работает ваша управляющая компания Верно И организовали даже там собрание, да, получается? Ну, не собрание Нет, это было не собрание Просто общались с жителями, да? Да, просто общались с жителями Посмотрели, это была как раз зима Посмотрели, как работает, во-первых, дворник Потому что то, что видно сразу глазом, это бросается в глаза Скрытые работы, которые Анна Борисовна, думаю, поддержит Их очень много, они дорогостоящие, но люди не видят Им и не важно Что-то происходит в подвале, никто не знает Конечно, что-то происходит в подвале, никто не знает Пока кровля не бежит, тоже никто не знает И никому это не интересно Вот, а дворник, входная группа, чтобы был свет, да, вот особенно осенью У подъездов, да, чтобы стояла мусорница Как-то люди начинают, когда это всё облагораживаешь И люди ведут себя по-другому То есть видят, что бросать лучше не нужно Нужно дойти до мусорки В принципе, вот так ходят и смотрят То есть сарафанное радио услышали, не поверили Пошли посмотрели, да, да, на самом деле Там идёт обслуживание, да, домов немного Но уделяется внимания каждому дому А ещё какие-то есть вот механизмы, например То есть, ну вот, жители сами захотели, например, да, посмотреть, как работает управляющая компания А управляющая компания, например, со своей стороны Может как-то, там, ну вот задумали они привлечь вот этот вот дом Как вообще это происходит? То есть может ли управляющая компания не та, которая на доме сейчас работает А та, которая хотела бы, может, его взять в обслуживание Провести вот действительно собрание, да Есть право такой у управляющей компании? Конечно, у любой управляющей компании есть такое право Но для этого нужно найти сочувствующего собственника с дома Потому что у нас общее собрание собственников может организовать только собственник данного многоквартирного дома Но при этом не факт, что вот один человек захотел, да, вот ему понравилось И что весь дом проголосует и согласится перейти в другую управляющую компанию Но в нашем случае это как раз вот сейчас происходит, когда новые молодые управляющие компании выходят на наши дома То есть они находят такого собственника, выходят на дом, на собрание Ну, естественно, конечно, никто не соглашается к ним переходить И вот они вот таким образом пытаются, конечно, переголосовать, но не получается И вот, как сказала Наталья Витальевна, есть корректное голосование, есть корректное предложение своих услуг А зачастую вот сейчас молодые компании, они приходят и рассказывают не про себя, а про нас То есть ищут какую-то дезинформацию, какую-то... Ну, собирают все в социальных сетях еще где-то, да? Пытаются найти какие-то недочеты в работе И именно вот на этом основывают свою... Программу предвыборную Программу предвыборную, да, по-другому ты это не назовешь И вот это, конечно, совершенно, с моей точки зрения, недопустимо Если ты пришел на собрание, ты расскажи о себе и что ты можешь предложить лучше, чем действующая управляющая компания Иначе не получится перевести дом И еще момент вот тоже про конкуренцию Почему такое большое количество сейчас управляющих компаний, они возникают просто, ну, можно сказать, каждый день Это практически все бывшие сотрудники крупных управляющих компаний Либо действующих уже управляющих компаний, которые принимают решение, что вот мне тут не нравится, пойду-ка я сам создам свою управляющую компанию И здесь они уже работают по принципу Вот там у вас было плохо, хотя я там работал, но вот я сейчас сделал свою компанию, у меня будет все очень хорошо И при этом люди не задумываются даже, ну, вот у тебя хорошо все будет, но у тебя же ничего нет Ни сотрудников, ни техники, ни опыта работы, ничего Офис-то там один человек сидит и все равно переходит Хотя вот непонятно, я еще раз повторю, что самое лучшее это именно конкурс, это выбор Это сходите, посмотрите, как обслуживает управляющая компания дома Сходите, посмотрите, кто у них работает в офисе непосредственно сейчас, это несложно Много ли человек там сидит, да? Попробуйте дозвониться Можно ли дозвониться до компании? Можно ли дозвониться, то есть ведь это самое важное, вот ваш дом будет обслуживать компанию Нужно посмотреть, что она может, что она делает в настоящий момент Не так, что вот пришел кто-то, а пойдемте ко мне, у меня будет лучше, дешевле, я вам все сделаю И на это многие, конечно, тоже, представьте себе, ведутся и переходят И потом оказывается, что ничего там не лучше, а еще даже и хуже А вот вы про деньги сказали, да, что там дешевле Это определяющий фактор для жителей сейчас до сих пор еще все, да? Вот эта стоимость обслуживания с квадратного метра, на это обычно покупают жителей? До сих пор это не самый определяющий, но это определяющий фактор Потому что зачастую, когда к нам обращаются дома, к нам, конечно же, обращаются до сих пор и постоянно дома Первый вопрос, а сколько нам это будет стоить? То есть и все пытаются... А сколько сейчас у вас обслуживания с квадратного метра? Это очень индивидуально, а от дома зависит? Абсолютно, от каждого дома, от года постройки, от того, какие работы надо проводить на доме Но это один из определяющих факторов до сих пор Хотя смотреть-то надо не на это, потому что предложить могут и 13 рублей А делать-то ничего, не будут А сколько вот сейчас, ну давайте тогда, от какой суммы можно, например, отталкиваться за обслуживание квадратного метра Чтобы понимать, что управляющая компания будет что-то делать за эти деньги, да? Что у нее хватит ресурсов Ведь дело не в этом Нет, нет, совершенно То есть, ну, можно и большой тариф проголосовать, но управляющая компания будет делать не будет Гарантии нет Нет, нет, именно надо смотреть на саму управляющую компанию Ну а если предлагают за 13 рублей обслуживать, вот тут должен жилец насторожиться? Да, давайте Очень должен насторожиться, очень сильно Давайте я, наверное, немножко тут дополню Потому что, на самом деле, сейчас, когда вот такая, это бизнес и такая конкуренция И недобросовестная, опять-таки, компания Приходят и говорят, что, ой, они вам тариф назначили Да этот тариф, да мы вам, да за такие деньги, да все сделаем Это неправда, я могу сразу сказать Потому что, вот поскольку мы, ну, будем говорить так, что каждый дом индивидуально Высчитываем весь тариф Прежде чем мы говорим жителю, что мы будем обслуживать вас за эти деньги Мы идем и смотрим дом После обращения жильцов, говорим, что вот нас забросили, нас не обслуживают Давайте с вами будем сотрудничать Поскольку мы молодая компания, мы не бросаемся на каждый дом Вот так вот бежим, переголосовываем, все, да Мы идем и осматриваем дом Я думаю, что и Анны Борисовны специалисты То есть это идет обязательно, иду я, да Потому что я должна поговорить, как настроены жители Что они, хочу услышать, почему же все-таки расстались с бывшей управляющей компанией Или планируют расстаться с бывшей управляющей компанией Что их не устраивает Обязательно осматриваем техническую часть дома, да Это вот как раз подвал, что не видно жителям, и они это скрывают Обязательно конструктив весь смотрим, да, кровлю Потому что это тоже очень важно Хотя в моменте перехода жители, ой, у нас все хорошо Это неправда Вот, и далее мы уже составляем тариф Вызываем инициативную группу, если нет в доме председателя и совета дома И говорим, что вот после осмотра мы говорим, что вам нужно сделать Вот это, вот это Вот это, вот это, вот это И эта отдельная часть статьи расхода называется это ремонт Это идет ремонт То есть это идет не капитальный ремонт, на который мы сдаем отдельно деньги в фонд капитального ремонта А это идет ремонт Текущий ремонт Это отдельная строка И сколько-то мы предлагаем рублей минимум собрать Потому что, ребят, на вашем доме надо сделать вот это, вот это, вот это И еще вот это И это не входит в статью капитальный ремонт Или капитальный ремонт у вас на 37-й год или на 40-й год То есть, ребят, ну вам просто это не дожить И есть статья о содержании, в которое входит минимальный перечень, который мы обязаны выполнять. И поверьте, дом, допустим, шестиподъездный, никто вам хорошо, как дворник, убирать за пять тысяч рублей сейчас не будет. То есть это должна быть уже сейчас обсудить с вами и заложить статью расхода не менее, допустим, десяти тысяч. Потому что вы на наших домах, да, вы видите хорошую уборку, но, соответственно, если это четыре подъезда, если это два подъезда, если это шесть подъездов, это не может быть одинаковая стоимость. То же самое идет и уборка подъезда. Все хотят зайти и увидеть чистый подъезд, да, потому что мы возвращаемся с работы устало, если мы заходим в грязный подъезд, мы сразу же, ой, это обслуживающая компания, изобразие какое, деньги собирают, ничего не делают. То есть за минимальный какой-то уборщица не будет работать. Сейчас люди, которые занимаются обслуживанием домов, они, если это хорошие специалисты, да, качественные, то они себя и ценят. Ну, это, в общем-то, правильно. Да, и кровля скатная, она более дорогая в обслуживании, чем плоская кровля. Потому что огребать надо ее, да? Конечно. Да, и вопрос, если она, допустим, недавно после капремонта, это один вопрос. Если капремонт намечается еще через пять лет, то есть это второй вопрос. В плохом состоянии, если нет снегозадержателей. То есть это очень индивидуально, это по каждому дому. Да, поэтому правильно, Анна Борисовна, я абсолютно поддерживаю, что если жители, идут на минимальный какой-то тариф, но это неправда. Потому что сейчас все материалы выросли на лето. Строиматериалы подорожали очень сильно. Да, там процентов, по-моему, до 50. Вот насколько я брала консультацию у тех отдела перед интервью, сказали, что часть материалов какие-то 25%, 50%. Металл вырос больше 50%. Да, то есть понятно, что это просто идет вот именно нечестное заманивание домов. И, ой, вам они сказали, да они вам не сделают, да мы вам сделаем. Опять же таки, вот многие компании, которые сейчас заходят на рынок, у них нет даже обслуживающего персонала, диспетчерской какой-то службы. Все это на удалении, все это непонятно. И люди многие вот к нам приходят, говорят, что мы перешли, а дозвониться до диспетчера, банально вызвать там слесаря или электрика мы не можем. А раньше вы пробовали дозвониться, да? Вот такой вопрос. Вот смотрите, что должно жителям насторожить? Во-первых, тогда нереально там низкая цена, да, за обслуживание квадратного метра. Да, это точно. Если приходят представители управляющей компании на собрание собственников и начинают рассказывать не о себе, а о том, какая плохая их нынешняя действующая компания, это должно насторожить. Верно. Если в управляющей компании нет сотрудников, и вы не можете дозвониться вот даже сейчас, и вам говорят, ой, ну у нас, вы знаете, пока офиса нет, вообще коронавирус, мы тут сидим где-нибудь там, да, каждый по своим домам. То есть вот это тоже должно настораживать, правильно? Это все должно настораживать. Ну, конечно, лучше самим сходить и посмотреть. Да, познакомиться обязательно. Обязательно. Я думаю, что и Анна Борисовна так делает, и мы, как молодая компания. Обязательно мы все дома, которые к нам обращаются, мы приглашаем к нам в гости. Да, тоже самое мы делаем. Посмотрите, вот, вот, рабочий день, 8 утра, все на рабочих местах. Юристы, бухгалтера, специалисты, теплотехники, начальники участка. То есть вот, компания работает, работающая. Очень многие ведь, вот, как еще к вопросу, как приходят дома. Жители наших домов переезжают в другой дом. Ага, ну, вот, квартиру. Да, меняют квартиру, начинают общаться, соответственно, с действующей на том доме управляющей компанией. И проходит месяц-два, они приходят и говорят, Анна Борисовна, мы почувствовали разницу. Ну, значит, ну, вот, конец неба и земля, давайте, вот, как-то мы хотим к вам. Вот, это, так скажем, для нас лучшая оценка нашей деятельности. Осказатель работает. То есть люди, которые были, жили в доме, обслуживаемом вашей компанией, переехали куда-то, да. Да, паритетом, соответственно, в другой дом переезжают. И вот в последнее время это очень часто происходит. И, конечно, тут не факт, что мы возьмем этот дом в управляющую. Ну, рассматриваем, и вот люди приходят даже иногда просто поговорить. Потому что мы приходим в управляющую компанию, которая на том доме, а там никого нет. Там сидит одна женщина во всем офисе, не может ответить ни на какие вопросы, и они просто приходят нам поговорить, обсудить какие-то вопросы по дому, который не у нас в управлении. Вот таким вот образом. Я правильно понимаю, что вот в истории, когда, например, компания недобросовестно конкурирует, может оказаться вот такая ситуация. То есть часть жителей вдохновилась тем, что им обещают, и якобы провела общее собрание. Ну, мы все понимаем, общее собрание собрать вообще, на самом деле, мне кажется, очень сложно. А сейчас, во времена, когда коронавирус еще, да, не очень охотные люди на это идут, и раньше это было там, ну, сколько-то человек. Ну, вот, допустим, эти жители, значит, собрали якобы общее собрание, кто-то не пришел, они, значит, распечатали какие-то договорчики и пошли, значит, по соседям собирать подписи. Уговорили соседей, сказали, значит, соседи вроде как проголосовали, сколько вообще людей должно реально оставить свои подписи за смену управляющих компаний. Давайте вот об этом напомним. 50 процентов. Более 50 процентов. Бывает ли такое, что, например, часть вот этих подписей, она, ну, скажем так, бракованная, что называется, да, ну, то есть не все сами, например, расписались, да, то есть те, кто инициирует смену управляющей компании, они, например, там, часть жильцов ножками обошли, а часть просто не пошли и сказали, да ладно, и что, все равно тут вот сменим сейчас, и все, и как-то так за них расписались. Сейчас, в настоящее время, на основании действующего законодательства, даже если кто-то там не расписывался, но собрали вот эти документы каким-то образом, издали в государственную жилищную инспекцию пакет документов, этот дом будет включен в лицензию вот этой вот недобросовестной управляющей компании. Потому что в настоящий момент оспорить это можно только в суде, решение общего собрания. ГЖИ от функции проверки подписей и работы с собственниками по поводу того, что они не голосовали, от этой функции устранилось. Соответственно, работает сейчас по поддельным подписям у нас только полиция, но хочу сказать, что не очень успешно. И вот собственники могут обратиться только в суд, либо привести новое голосование. Больше вариантов нет. Поэтому сейчас вот борьба с такими подписями, она достаточно сложная. То есть ГЖИ, а она не проверяет, потому что у них рук нет, людей не хватает, или просто это не входит в ее функции? Это не входит в их полномочия. У них на это сейчас нет полномочий. Наталья Витальевна, вы хотели тоже высказаться. Да, мы с этим сталкиваемся. И еще плюсом недобросовестные управляющие компании, которые на рынке уже, ну, будем говорить, что не первый год опытные управляющие компании. Еще плюсом к тому ходят и недостающие голосов до этих 52%, по поддельной подписи, да, уже. Еще плюсом приходят к собственникам и говорят, так, мы посчитали, у нас не хватает голосов. Ну да, собрание прошло и закончилось неделю назад, но вы вот нам тут подпишите задним числом, да, просто подпишите. Приходят и будем говорить, что наглым образом дали этот собственник. То есть, подождите, они обманывают, получается, жителей, то есть они говорят им, что вы не, вот своей подписью, вы не голосуете за переход в другую компанию, просто распишитесь, что вы в собрании участие принимали. Я могу это говорить только со слов собственников, которые потом приходят к нам и говорят, мы ничего не поняли, почему нас заставляют подписываться в документе задним числом, мы вообще не хотели расписываться, почему вы нас бросаете. То есть, получается так, что еще и как раз вопрос о том, что пришли после уже срока голосования, заставляют подписывать, значит, и еще и говорят плохое о нынешней управляющей компании. А вот смотрите, вы говорите, пришли после срока голосования, это важно получается, да, то есть они, а в какой момент? У нас в каждом бюллетене заочного голосования установлен срок, что в срок, например, до 10 ноября включительно должны сдать свое решение. То есть все, что за сроком, это уже считается, не участвует в голосовании. То есть на это вот тоже нужно обращать внимание? Ну, если вы не хотите переходить, куда-то, конечно, надо обращать внимание, но с другой стороны, если хотите переходить, так как бы, ну, такое бывает, такое бывает, потому что реально не успевают проголосовать, не все находятся там, например, в период заочного голосования дома, потом подъезжают и вот таким вот образом. А в ситуации, когда вот так вот заочные подписи собирают, должны обойти всех жильцов или достаточно вот там обойти 52 квартиры из 100, набрать подписи и все, а остальных даже не спросить? Достаточно. Достаточно. 50, более 50% из 100, остальные подчиняются у нас в соответствии с жилищным кодексом решения большинства. А могут эти люди как-то оспорить решение, если они с ним не согласны? Что они должны для этого делать? Если собственник в течение 6 месяцев после принятия решения общим собранием узнал о результатах этого собрания и он с ними не согласен, он может обратиться в суд, как не голосовавший, и оспорить решение данного собрания. Даже если он будет один? Даже если он будет один. Но там опять есть такая нюанс, что данный собственник должен уведомить всех остальных собственников, что он идет оспаривать решение данного собрания. Это в течение 6 месяцев после проведения собрания, либо 6 месяцев с даты, когда он узнал о решении. То есть он может узнать и через 5 месяцев о решении и пойти, еще у него 6 месяцев на это есть. То есть это такая процедура, и поэтому уведомление собственников других об оспаривании решения, оно должно быть отправлено заказным с уведомлением. То есть просто в почтовый ящик положить бумажку, дорогие соседи, я иду в суд, это не получится, да? Это не получится, и поэтому это несет за собой некоторые затраты денежных средств. Конечно. И поэтому собственники крайне редко идут оспаривать решение общих собраний собственников. В этом случае, если что-то вас не устраивает, решение – это лучше провести новое собрание. Это дешевле, быстрее и эффективнее. И сразу же можно решение получить. Да, потому что вот менять управляющую компанию у нас не ограничено количество раз. Вот у нас собственники могут менять управляющую компанию каждый месяц. О, вот сейчас об этом мы поговорим. Четыре месяц, если их что-то не устраивает. Тут ничего такого нет. Если, как говорится, ошиблись с выбором, начали работать, вам не нравится, у вас никто вам не запрещает пойти и выбрать хорошую управляющую компанию, достойную, которая будет работать на вашем доме. Мы сейчас сделаем небольшой перерыв на рекламу и через полторы минуты продолжим разговор. Программа «Дневной разворот» продолжается. Недобросовестная и добросовестная конкуренция на рынке ЖКХ. Как жителям определиться с тем, какую управляющую компанию выбрать? Эту тему мы сегодня обсуждаем с Анной Клепиковой, директором управляющей компании «Паритет», и Натальей Хлюпиной, директором управляющей компании «ЛАД». Две компании в нашей студии, напоминаю, да, компания с опытом и компания молодая, которая не так давно работает на рынке. Вот, кстати, меня это удивило, то, что сказала Анна Борисовна до перерыва, что чуть ли не каждый месяц можно менять управляющую компанию. Вообще, на самом деле, большинство собственников, наверное, эта ситуация так, ну, немножечко приводит в какое-то нервное напряжение. А чего это мы будем бегать-то, да, из одной управляющей компании в другую? Мы еще даже не поняли, что там она плохо работает или хорошо работает. Но это не запрещено. То есть, если вы видите, что, например, не вы были инициатором, да, что ваши соседи сговорились, что называется, да, объединились и 50% набрали, больше 50% выбрали управляющую компанию. Но вы, например, этого не хотите, вы что-то знаете про эту управляющую компанию, слышали, может быть, отзывы не очень хорошие, еще что-то, да. Вы смотрите, смотрите, там какое-то время, и потом раз, и говорите, слушайте, ну вот, наверное, нет, давайте мы сделаем новый выбор. Организуйте общее собрание. А вот в ситуации, кстати, когда уходят и уводят, так скажем, да, дом от одной управляющей компании в другой недобросовестные конкуренты, они вообще имеют право организовать общее собрание там, да, и разговаривать с собственником, уговаривать этого собственника организовать общее собрание? То есть это не запрещено законом? Это запрещено, и это очень часто делается, вот при действующей управляющей компании проводятся переговоры с председателями за спиной вообще, вот, то есть не уведомляя действующую управляющую компанию, да, что-то предлагается, сулятся какие-то плюшки какие-то, что вот, ну вот, как обычно, приходите к нам, мы вам все сделаем. Даже иногда бывает, что и клевету распространяют определенную... И листовки разбрасывают какие-то по почтовым ящикам, да. И могут листовки разбрасывать, потому что мы с этим сталкивались, неоднократно, то есть приходилось выяснять, откуда такая информация, почему вы ей верите, соответственно, опровергать данную информацию. И что бы еще хотелось сказать, что зачастую, вот, 80% собственников вообще все равно, какая управляющая компания на доме. И решение принимается либо вообще одним человеком, председателем совета дома, либо группой инициативных собственников. И вот когда один человек, председатель, вот он решил, что вот я иду вот в эту управляющую компанию, считайте, что вот они в эту и пойдут. А остальные уже, они как бы прислушивались к своему лидеру. Или не желая принимать решения вообще. Не желая принимать решения. Поэтому вот говорить о том, что все собственники как-то заинтересованы в этом, это не так. То есть это вот в большинстве случаев, это группа людей принимает такое решение. Наталья Витальевна. Да, просто мы начали сталкиваться и столкнулись с тем, что ведутся переговоры с председателем, ведутся переговоры с кричащим жителем. Это определение такое. Да, с кричащим. Активный какой-то, слишком активный житель. Нет, вот он именно неактивный. Или вечно недовольный. Нет, и вечно, просто кричащий. И недобросовестная управляющая компания ведет переговоры, обещает что-то там, да, опять же таки, распространяя, может быть, клевету или какую-то ложную информацию. Говоря, а вот у них плохо, а вот у нас хорошо. Какую-то информацию ложную дает. Собирает собрание за спиной у действующего председателя. Хотя в документах действующий председатель указан как инициатор. А на самом деле это обман. Это вот этот кричащий, купленный, не купленный, заманенный жилец. Кричит на собрание. Просто кричит на собрании. Просто вот кричит, не указывая на факты, которые есть на доме, которые на самом деле существуют, да. И потом председатель приходит к нам и говорит, объясните, пожалуйста, куда я могу обратиться. Я вообще про это собрание не знал. И мне перед вами неудобно. Рычаги какие есть? Я единственная, он может написать заявление в полицию, что вывешены на общее обозрение без его ведома данные. Персональные. Да, вот мы столкнулись, что было вывешено номер свидетельства о праве собственности, да. А он знать не знает. И причем я говорю, что вот единственное, что мы посоветовали, и что он сделал, это обратился в полицию о том, что компания ИКС взяла и просто персональные данные вывесила. Он знать не знает. И он объявлен инициатором. Но потом в ходе там какого-то голосования или этого в документах уже его не было. То есть инициировал он, а протокол уже не он. И в общем вот у нас мы сталкиваемся вот с такими недобросовестными, я считаю, конкурентами, которые неведомо что творят. Но вот единственное, я говорю, что было желание у собственника, он говорит, почему... Но у него было желание наказать, получается, да, вот эту управляющую компанию? У него было желание выяснить. Во-первых, он пришел к нам и сказал, что, слушайте, ну вот я против вас ничего не имею, мы с вами еще вот только начинаем работать, и все, что вы делаете, мы это видим, мы это понимаем. Тут он уже и совет дома ни при чем. Это вот именно, это недоброжелательные конкуренты решили, я не знаю, что, показать свою власть или что-то, или просто ткнуть, что мы вот такие уже матерые, давно на рынке, и мы лучше вас. И вот я говорю, что была найдена просто кричащая женщина на собрании. Думаю, Анна Борисовна тоже с этим сталкивалась. То есть такое часто бывает, да? Абсолютно, абсолютно, потому что вот к вопросу инициации собрания, тоже выходила молодая компания на дом, инициатор собрания, не председатель, не актив дома. Я с этой женщиной переговорила, я говорю, что вас не устраивает, вы инициируете собрание по переходу в другую управляющую компанию. И она мне сказала, что меня не устраивает, что у меня не убирают песок под моим ковриком у квартиры, и то, что вы взыскиваете с меня задолженность. Вот это была причина, по которой, значит, соответственно, она решила сменить управляющую компанию. Ну, конечно же, у нее ничего не получилось, потому что это не причина для смены управляющей компании, это причина, так скажем, прийти в управляющую компанию и поговорить просто, что вот, ну, не убирают у нее из-под коврика песок у квартиры, ну, а задолженность-то, конечно, мы взыскиваем, тут уж, как говорится... Так это и другая управляющая компания делать будет. Естественно. Вот это тоже пример недобросовестной конкуренции, найти такого человека. У нас, к сожалению, остается всего минута до конца эфира, да, и вот смотрите, в таком случае у меня вопрос. Механизмы борьбы, ну, вот для жителей понятны, да, то есть они могут организовать новое собрание. А управляющая компания может оспорить как-то вот это вот решение? Ну, например, узнает управляющая компания, что вот какими-то нечестными способами антиагитации велась, еще что-то? Может прийти управляющая компания в госжилинспекцию и что-то сказать? Ребята, ну, вот они что-то тут не то наделали, как бы с нарушениями проводили общее собрание, или у вас такого права нет? Нет. Нет, вот я сейчас скажу, Анна Борисовна, как с опытом работы меня, наверное, дополнит. Единственное, что мы можем людям показать, это показать только своей работой, да, на домах добросовестной работой, это мы можем показать только экономически обоснованным тарифом, мы можем привлечь и оставить, ну, как бы у себя в управлении дома, привлечь новое, только опытом, только какими-то вот плюшками, которые мы, вот я лично, да, подсматриваю в других городах, в Москве, в Санкт-Петербурге, в Калининграде, куда-то мы едем, мы обязательно общаемся с управляющими компаниями, с директорами, с техническими руководителями, да, в других городах. Что же у них нового, что интересного, что мы можем взять, применить у нас в городе, да, у нас в небольшом, можно сказать, да, городе, что нам приемлемо только вот такими какими-то своими фишечками, плюшечками, да, но ни в коем случае не какими-то вот такими грязными. Вот посмотрите, у вас плохо, а у нас будет хорошо. Единственное, это только добросовестный труд и стремление к чему-то новому, где-то мы подсматриваем, где-то мы послушиваем, где-то мы делимся, общаемся. Мы делимся опытом, это постоянно. Между директорами у нас прекрасные отношения, не со всеми, конечно, но с большинством. То есть, если что-то у кого-то новое, конечно, делимся данной информацией. И я абсолютно согласна с Натальей Витальевной по поводу того, что только добросовестная, честная конкуренция может привлекать дома в ту или иную управляющую компанию. Потому что недобросовестная, она все равно становится известной. Рано или поздно. И ничего хорошего из этого не получается. Ну и жителям я тоже, наверное, рекомендовала бы обращать внимание на такие факты, потому что где гарантия, что компания, управляющая, которая нечестно играет на рынке с коллегами, будет честно общаться с вами и обслуживать ваш дом. Спасибо большое нашим гостям. Анна Клепикова, директор управляющей компании «Паритет» и Наталья Хлюпина, директор управляющей компании «ЛАД» были у нас в гостях. О честной и нечестной конкуренции на рынке ЖКХ мы сегодня говорили. До свидания. До свидания. Спасибо большое. Всего доброго.